Всем привет! Сегодня новая оригинальная идея от Андрея. Порой себя чувствую галлой для своего Сальвадора Дали. Музой, которая вдохновляет на безумные сюрреалистические идеи. Задумка Андрея – мясная матрешка из перепела, курицы, бройлера и индейки. Надеемся, что все получится с первого раза. Поэтому пожелайте нам удачи в этом эксперименте. Начнем с маринада для перепелки. Нам понадобится чеснок. Отделяем один зубчик, чистим и пропускаем через чесночницу. Затем разрезаем апельсин и выдавливаем сок с половины цитруса. Берем две крупных щепотки соли, черный перец, две столовые ложки оливкового масла и все перемешиваем. Погружаем перепелку в маринад и отставляем минимум на один час. Для второго маринада, он один из самых любимых в нашей семье. Берем два зубчика чеснока и пропускаем через пресс. Наливаем 150-200 миллилитров соевого соуса, добавляем острый перец и все перемешиваем. Теперь берем небольшую курицу и отправляем в маринад на полтора-два часа. Для третьей цепочки приготовим горчично-медовую приправу. Наливаем три столовые ложки растительного масла, добавляем 100 миллилитров меда, две столовые ложки горчицы, три щепотки соли, черный молотый перец, пол чайной ложки куркумы, пол чайной ложки молотых семян кориандра и теперь все соединяем. Мариновать мясо таким образом стоит от двух часов до целых суток в холодильнике. А теперь приготовим нетипичную приправу для индейки. Измельчаем три зубчика чеснока, нарезаем петрушку и укроп, затем в блендер кладем 100 грамм сливочного масла, чеснок, зелень, три щепотки соли, перец, одну-две столовые ложки оливкового масла и все перемешиваем. Берем индейку и аккуратно, начиная с грудинки, отделяем шкурку от мяса. Перекладываем приправу в кондитерский мешок, вставляем его под кожу, выдавливаем масло и равномерно распределяем ассирую. А теперь начинаем собирать мясную матрешку. Перепелку лапками вовнутрь помещаем в маленькую курочку. Затем маленькую тушку в цыпочку побольше и, наконец, в индейку. В теории Андрея должно было получиться именно так. И как же мы обрадовались, что три птицы все же смогли поместиться внутри одной индейки. Все-таки мой муж гений. Надо почаще поддерживать его сюрреалистические и, на первый взгляд, даже нереальные идеи. Теперь скрепляем лапки веревкой и натираем тушку медово-горчичным маринадом. Пока индейка маринуется, приготовим соль. Берем 8 пачек и высыпаем в гастроемкость. Разминаем соль, добавляем воды и перемешиваем до состояния мокрого песка. Из-за этой массы будем лепить панцирь. Этот проверенный метод позволит мясу запечься и остаться сочным. На противень кладем слой влажной соли высотой 1,5 см. На соляную подушку помещаем индейку и для большей компактности связываем крылья. Теперь формируем панцирь, стараясь загладить все трещины. Так есть шанс оставить все соки в мясе. Запекаем в духовке 3 часа при температуре 180-200 градусов, а затем даем 1 час, чтобы она остыла. Какой гарнир лучше подавать к мясу летом? Конечно, овощи-гриль. Деревянные шпажки замачиваем в воде на 30 минут. Для маринада нам понадобится 4 зубчика чеснока. Выдавливаем их в тарелку, добавляем 50 мл растительного масла, 3 веточки розмарина, 2 щепотки соли и перец. Пикантности маринаду придаст сок лимона. Поэтому катаем его по столу, разрезаем пополам и выдавливаем сок. По желанию можете добавить 1 столовую ложку меда. Так будет еще вкуснее. Теперь перемешиваем все компоненты и берем 2 баклажана, 2 цукини, 2 кабачка, кукурузу и шампиньоны. Нарезаем овощи кружочками с палец. А вы знали, что цукини и шампиньоны можно употреблять даже в сыром виде? Все овощи и грибы помещаем в тару, заливаем маринадом, перемешиваем и оставляем на 1 час. Через час нанизываем на шпажки баклажан, кабачок, кукурузу, цукини, гриб. Баклажан, кабачок, кукурузу, цукини, гриб. Еще у нас есть 3 маленьких болгарских перца. Они будут вкусными даже без маринада. Распределяем равномерно горячие угли, ставим решетку и теперь выкладываем в шашлык на живой огонь. Перец жарим 5 минут с двух сторон, а остальное 10 минут. Овощи, гриль и грибы готовы. Возвращаемся к мясу. Интересно, что у нас получилось? Раскрываем панцирь и видим хорошо запеченное и полностью готовое мясо. Очень аккуратно, чтобы не разломать, переносим мясную матрешку на блюдо. Убираем с мяса кристаллы соли с помощью компрессора. Теперь пора разобрать матрешку и посмотреть, что же у нас получилось. Итак, разрезаем сначала веревку на крыльях и аккуратно ее удаляем. Нежно переворачиваем тушку. Вы видите, что она полностью готова и может легко развалиться, а нам еще надо разрезать веревку на голенях и достать тех, кто внутри. В такие моменты хотелось бы стоять по другую сторону камеры и не брать на себя такую огромную ответственность. Вторая тушка удивила своей золотистой корочкой и целостностью. Выдыхать еще рано. Впереди еще две птички. Третий блин комом. Развалены они курица. Перепелка, слава богу, осталась целая. В принципе, грех жаловаться. Хоть наш эксперимент не на все 100% получился, все же на три четверти он удался. Как по мне, отличный лайфхак. Как запечь в духовке одним махом сразу четыре блюда и накрыть стол на целую компанию. Что можно сказать о вкусе? Конечно же, у нас был фаворит. Как думаете, какая из четырех оказалась самой-самой? В нашем доме всегда есть, кому объективно оценить наши эксперименты. Итак, самая простая на вкус из всех птиц – перепелка. Неудивительно, она получилась практически вареная. Аж грусть в желудке завелась. Хорошо, что она маленькая. Нужно срочно исправить ситуацию. Пробуем дальше. Две курицы и индейка вызвали полный восторг. Фаворитом стала индейка. Пропитанная сливочным и медово-горчичным маринадами, она получилась мягкой, сочной и с карамельной корочкой. Овощи гриль получились неплохими. Единственное, что можно улучшить – положите в маринад одну столовую ложку меда или сахара. Вкус получится намного богаче. Матрюшка, пожалуй, единственная игрушка, в которой одно и то же воспринимается как сюрприз. А тут еще и с разными маринадами, и с разными вкусами. Надеемся, что вам понравился оригинальный подход Андрея к кулинарии. Вам же понравилось? Тогда поддержите его лайком и своим комментарием. Приятного аппетита и до вкусных встреч! Всем пока!